Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главном сегодня. Долгожданное событие в Махачкале открыли северные путепроводы. Решится ли проблема пробок на въезде в столицу? Об этом смотрите в сюжете. Сэкономили на сиротах. Чиновники в Эсбербаши купили детям-сиротам жилье, непригодное для жизни. Как разрешилась ситуация, узнавали мои коллеги. Невеста по неволе, дагестанский горе-жених удерживал девушку силой. Что его ждет теперь? Долгожданный и многострадальный. Его, наконец-то, сдали в эксплуатацию. Важное событие для тысяч людей. Сегодня в Махачкале открыли северный путепровод. Теперь автомобилистам больше не придется часами томиться в пробках. Подробности расскажет Патимат Ханапова. Новый путепровод уже пропускает автомобилистов. Его открыли буквально несколько минут назад. Для местных жителей это настоящая дорога жизни. Дело в том, что водителям приходилось по многу часов простаивать в пробках. Теперь же возмущение людей быстро сменилось на радость. Этого события дагестанцы ждали более двух лет. Давно надо было делать. Давно. Честно говоря, ждали. Часто еду в Гергебен. По этой дороге очень. Я даже жене позвоню, скажу, что я поехал уже по новой дороге. Сколько минут у вас уходило отсюда, чтобы доехать? Были даже 20 минут. 15-20 минут стояли в пробках. Вот такое тоже было. А сейчас? А сейчас пару минут. Пару минут. Две-три минуты уже за городом. Спасибо. Все нормально. Очень хорошо. Посмотри, какая красота. Запуск нового путепровода прошел символично. Первыми были всадники в национальной одежде. Следом проехалась колонна рабочей техники. Изначально мост планировали запустить в октябре прошлого года. Однако открытие затянулось ввиду некоторых проблем. Их ранее освещал и телеканал ННТ. Тогда власти обещали сдать путепровод до конца этого года. Как и было обещано, в конце ноября этот путепровод, как вы видите, готов к сдаче, к эксплуатации. Слово сдержали. Постройка дорог, постройка мостов – очень благородное дело. Пророк, алейсаляту вассаляма, упоминает о человеке, который получил довольство сивишнего, заслужил рай, не за многочисленные хорошие деяния, а всего лишь за то, что он убрал преграду с дороги и облегчил путь людям. Отметим, что государство вложило в объект более 2 миллиардов рублей. Их путепровод не только связывает с Махачкалой близлежащие поселки, но и обеспечивает выезд из города в сторону Буйнакска и Хасавюрта, являясь своеобразными воротами сразу в 18 горных районах республики. По теме от Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В Избербаше чиновники мэрии купили сиротам непригодные для жилья квартиры. Одна из них без газа, другая на мансардном этаже. Такие своеобразные подарки для сирот приобрели работники администрации Избербаша. В отношении должностных лиц, таким образом позаботившихся о нуждающихся, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По данным Следственного комитета, чиновники нарушили закон о гарантиях по соцподдержке детей-сирот. Виновных привлекут к ответственности, а сирот в ближайшее время обеспечат благоустроенным жильем. ОНФ выявил кризис с поставками медикаментов для дагестанских аптек. По итогам мониторинга, проведенного активистами ОНФ, в Дагестане обнаружен дефицит лекарств, которые Минздрав России рекомендовал от COVID-19. Проверки подверглись 110 аптек в 24 городах и селах республики. В части самых необходимых медикаментов была выявлена нехватка важных препаратов в процентном соотношении. В октябре в Республиканском Минздраве заявили о создании в медучреждениях резерва медикаментов и средств индивидуальной защиты на 400 миллионов рублей. Эти запасы необходимы для противодействия наплыва вируса. В ноябре в правительстве России объявили о выделении Дагестану еще 117 миллионов рублей на бесплатные медикаменты. На сегодняшний день общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в республике – это более 18,5 тысяч человек. В Дербенте обманутые дольщики устроили сход и обратились за помощью к временно исполняющему обязанности главы Дагестана Сергею Миликову. По словам дольщиков, дом, который застройщик должен был сдать в 2017 году, до сих пор не достроен. Дольщики вынуждены арендовать жилье. По данным АИ в Дагестан, указанный застройщик, первая строительная компания, не достроила в Дербенте несколько многоквартирных домов. Ко дню матери в Дербентском районе сотрудники Центра социального обслуживания Минтруда Республики провели благотворительную акцию с заботой о матери для многодетных матерей из числа своих подопечных. Более 100 многодетных женщин из различных населенных пунктов района вместе с теплыми поздравлениями получили продуктовые наборы. Оказать поддержку и внимание многодетным матерям из малоимущих семей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, удалось благодаря поддержке мецената Яхии Гаджиева. Свыше трех тонн яблок из Польши уничтожили на мусорном полигоне в Махачкале. Фрукты были изъяты сотрудниками Россельхознадзора Республики. Водитель, перевозивший фрукты, а это более 240 ящиков, не предоставил документы, свидетельствующие о легальности завоза яблок в Россию. На тарной этикетке продукции было отмечено ее польское происхождение. Яблоки изъяли у перевозчика, а затем уничтожили механическим способом. В Дагестане вместо свадьбы жениха ждет суд. Инцидент произошел в Левашинском районе. Как сообщил источник правоохранительных органов, сбежавшая невеста написала заявление в полицию. Оказалось, что молодой человек похитил ее и держал в заперти у своей родственницы несколько дней. Пока жених искал пути подхода к родителям, девушке ей удалось сбежать. Родственница несостоявшегося жениха получила три года условно, а судьбу молодого человека в ближайшее время решит суд. И о спорте. Боксер Магомед Рассул Меджидов одержал третью победу на профессиональном ринге. Поединок против поэрториканца Сахрета Дельгата проходил минувшей ночью на турнире в Голливуде. Трехкратный чемпион мира среди любителей доминировал в бою с первых секунд. Встреча завершилась в третьем раунде, когда дагестанский супертяжеловес заставил рефери остановить бой. После серии ударов Дельгата, который до этого шел на серии из восьми побед, без поражений едва стоял на ногах. Так Меджидов, который дебютировал в профессионалах лишь год назад, добыл свою третью победу. Все свои бои он завершил нокаутами. Это была последняя новость в этом выпуске. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова